Дорогие друзья, привет! Сейчас я хочу вам рассказать о выплатах и компенсациях, которые вы можете получить по госпрограмме. Я расскажу не обо всех случаях, а только о своем. Поскольку я не являюсь специалистом, я просто делюсь своим собственным опытом. В предыдущих видео я рассказываю о том, как писать заявление на РВП, на гражданство, на участие в государственной программе. Так полностью программа называется «Содействие добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию». И если вы следите за мной на канале по этим видео, то вы могли проследить вот этот путь мой к гражданству Российской Федерации. И да, можете меня поздравить, я уже гражданство получила, но не получила еще паспорт. Чтобы получить паспорт, нужна чистая формальность, принести присягу. Да, и кто постоянно на моем канале, тот знает, что у меня камера немного капризная, расстроенная и затрудняется с тем, чтобы сфокусироваться. Итак, в этом видео я расскажу по выплатам и компенсациям, которые вы можете получить по госпрограмме в Республике Бурятия, то есть регион, в селении Республика Бурятия. Затем мой случай такой, что я приехала сюда и здесь подавала на участие в госпрограмме. Здесь совсем другие выплаты, чем вы бы подавали, живя в своей стране, подавая на участие в госпрограмме. То есть оттуда вы бы получили больше, как мне кажется. Есть еще статус беженца. Если по статусу беженца, то вы получите еще больше, вплоть до компенсации на покупку жилья, по-моему, так. Но этого я точно не знаю, поэтому я вас не буду дезинформировать. В общем, мой случай самый-самый простой, самый, наверное, малый по выплатам, по размеру выплат. Самый дешевый. Так, значит, когда я была принята в госпрограмму, я тут же написала заявление. Я не помню, есть ли у меня видео по заявлению, кажется, нету, поэтому я бланк заявления буду заполнять в отдельном видео. Пишу заявление на выплату первого этапа. В общем, выплата осуществляется всего в двух этапах. Первый этап первые полтора года, и заявление на нее вы пишете сразу по получению свидетельства участника госпрограммы. То есть, как вас принимают в госпрограмму, вы сразу пишете заявление на получение выплаты. Форму вам подскажет специалист отдела по вопросам миграции, ну, тот, которому вы подавали, собственно, заявление на госпрограмму. У нас здесь это так. Ну, в общем, все это время я работаю с одним и тем же сотрудником отдела по вопросам миграции районным. Так, затем. Заявление рассматривается в течение двух месяцев, как мне было сказано. Ну, в общем, примерно в этот промежуток я и получила. Где-то, мне кажется, спустя месяц я уже получила денежку. Это 50 тысяч. На втором этапе, который наступит сразу по истечении полутора лет со дня вступления в программу, вы получите 30 тысяч плюс компенсация госпошлины за вступление в гражданство, которое сейчас, на сегодняшний день, составляет 3,5 тысячи. И выплата по второму этапу в нашем регионе, в моем случае, составляет 30 тысяч. То есть всего от государства вы получите 80 тысяч рублей и плюс компенсацию госпошлины 3,5 тысячи. Но это еще не все. Вы в госпрограмме также участвуют, ну, то есть, вот те, кто проводят эту госпрограмму, не только МВД, не только структуры МВД, но и местный центр занятости, а также еще какая-то структура, но она денежно вам ничего не компенсирует. А вот служба занятости у нас, вот в городе Улан-Удэ и в республике Бурятия, кажется, я думаю, так, да? Да, во всей республике выплачивает такие деньги. 6 тысяч, так, сейчас я точно скажу, как они называются. Мне об этом ничего не было известно. И если бы мне центр занятости не позвонил и не пригласил для того, чтобы я подала заявление, принесла нужные документы, я бы об этом не узнала. Так, это все, все это называется финансовое обеспечение мероприятий под программой. Оно осуществляется за счет субсидий с федерального бюджета, за счет средств республиканского бюджета, то есть два источника, федеральный бюджет и республиканский. Так, и городской центр занятости мне выплачивает следующие выплаты, которые называются оказание помощи в жилищном обустройстве в форме выплаты единовременного подъемного пособия в рамках программы и предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья в рамках программы. И на сегодняшний день первая выплата единовременная составляет 6 тысяч, а компенсация найма жилья ежемесячного составляет 3 тысячи в месяц и всего выплачивается не более 6 месяцев до момента получения гражданства. То есть имеет смысл, если вы вступили в программу, вам имеет смысл не сразу кидаться, писать заявление на гражданство, а немного погодя, ну выждать месяца 3-4, да, потому что заявление о гражданстве рассматривается от 2 до 6 месяцев, то есть не меньше 2 месяцев сроки, потому что там сложный путь, не потому что они из вредности держат у себя эти документы, а просто ваш пакет документов ходит по разным инстанциям и каждая инстанция рассматривает. В частности, меня вызывали в ФСБ, но это мы в другом видео расскажем, послушаем меня. Вот. Два месяца минимум и по закону более 6 месяцев они тоже не могут рассматривать заявление. И как только принято решение, они обязаны в течение 6 дней оповестить вас, вручить вам все это. Вот. Поэтому этот срок совершенно определенный. Так вот, учитывая это, имеет смысл месяца 4 подождать, то есть спустя 4 месяца после получения, после вступления в госпрограмму, вы подаете на гражданство, и если при самом минимальном раскладе через 2 месяца вы уже получите гражданство, то вы можете получить все вот эти выплаты от республиканского бюджета разом. То есть сразу будет какая-то более-менее существенная денежка. Потому что, чтобы получить эту выплату, эту компенсацию, вам нужно собрать тоже определенный пакет документов, он, правда, несложный. Это будет договор о найме жилья. То есть вы находите гражданина России, который вам сдает жилье, ну, фактически, наверное, это так и есть. Заключаете с ним договор, и ежемесячно вы получаете с арендодателя расписку о том, что он получил с вас деньги. И эта сумма, которую вы указываете, должна быть больше трех тысяч, потому что больше трех тысяч вам не выплатят. Если вы укажете сумму меньшую, чем три тысячи, то, соответственно, получите меньше денег. Столько, сколько указали. Вот. И при этом еще вам нужна справка от отдела по вопросам миграции. Там есть другой отдел, ну, в нашем, в моем случае, это другой отдел, который выдает эти справки о вашем гражданстве. Ну, справка о том, получили вы гражданство или нет. Так, у меня были справки, я получала, обращалась три раза, то есть не каждый месяц я хожу, потому что это очень хлопотно. У нас нужно ехать немножечко так далековато, не очень удобно, ну, и к тому же удобнее получать деньги сразу за несколько месяцев. Поэтому в первом, в первая справка была такого содержания, что на такую-то, на такую-то дату гражданка такая-то с заявлением о гражданстве не обращалась. Во втором, во второй справке, которую я получила от них, было указано, что такого-то числа я обратилась с заявлением о гражданстве. И в третьей справке заключительной было написано, что такого-то числа было принято постановление о принятии меня в гражданство РФ, и такого-то числа я приведена к присяге. Вот. В общем, такого содержания эти справки. То есть они не штампуются, они достаточно четко проверяются и достаточно четко формулируются. Так, ну, камера не хочет фокусироваться. Вот. В общем, получилось такое длинное видео. Резюмируем. По госпрограмме в Республике Бурятия вы получаете деньги сразу от двух структур. Из федерального бюджета, насколько я понимаю, и из республиканского. Но нам не важно, из какого источника мы получили деньги. Важно, что с заявлением о выплате мы обращаемся и в отдел по вопросам миграции, и в городскую службу занятости. Ну, то есть не только городскую, в вашу службу занятости. Ну, у нас городской центр занятости называется. Он является органом, на котором лежит ответственность по проведению госпрограммы. Вот. И выплаты от МВД составляют 50, 30 тысяч и 3,5 тысячи, то есть всего 83,5 тысячи. Выплачиваются в два этапа. Каждый этап длится полтора года. Всего в программе вы участвуете 3 года, да, насколько известно. И также вы получаете от городского центра занятости единовременно 6 тысяч и 6 месяцев по 3 тысячи. То есть 18 плюс 6 всего 24 тысячи вы получаете от города. Вот. Это вся информация. Видео по заполнению заявлений будет по пакету документов. Я сниму отдельно. И отдельно расскажу, за какой срок, то есть самый короткий путь к получению гражданства Российской Федерации. Если вам было полезно, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и следите за плейлистом иностранца в Российской Федерации. По-моему, так называется. Там есть много полезных видео, которые вам помогут правильно заполнить заявление. И предупреждаю вас, что я не юрист, я не специализируюсь на услугах по оказанию помощи в этом сопровождении вашем. Вот. Я просто делюсь своим опытом. Всем успеха. Всего самого наилучшего. С вами была Аюна Коновалова. Пока.